добрый день дорогие друзья я приветствую вас на сегодняшнем дневном вебинаре я масло владимир как вы все знаете вот и сегодня мы с вами будем по ряду вопросов беседовать для начала давайте проверим как меня слышно дайте плюсиками не знать отлично да приветствую всех отлично спасибо спасибо друзья я вижу что слышно и это хорошо запись я включил чтобы не дай бог не забыть запись до запись работает на какой-то момент я потом выключу видео ряд вернее видео моего изображения тогда качество связи будет несколько лучше и как я уже обещал тем кто в чате общаются с кем я персонально переписывался в течение недели что где-то 15 минут и будет посвящено тому что фактические инвесторы и те кто участвует вот skyway я его называю в принципе движением движением за экологически экологичный безопасный экономичный транспорт будущего ближайшего будущего он очень необходим вот чтобы люди понимали и как-то более цивилизованно относились к тому чем мы занимаемся с одной стороны да казалось бы ты человек или я человек то я инвестирую в этот проект skyway сначала мы заходили мы просто инвестировали проект skyway и больше всего относились к этому как благотворительность но что тут греха таить ведь принципе это далеко не благотворительно здесь есть очень хорошие возможности иметь на будущее капитализацию тех средств которые мы вложили тем более что это предлагается головной компании 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 группы группы skyway анатолий эдуардовичем юницкий который как бы является автором все это технологии skyway вот и поэтому достаточно важно знать насколько значит совпадают мои так называемые возможные ожидания сформированными сформированные какими-то обрывками информации и так далее и реальность которая стоит за тем что я фактически имею ведь все то что пока даже ну скажем в будущем может произойти к сожалению люди относятся к этому так что ну когда будет тогда и будет но поверьте мне когда дело доходит до получения денег то надо очень четко знать что я имею право получить если есть что получить и для этого надо уже сегодня знать как как этот процесс вообще-то оформляется и куда мы идем поэтому я позволю себе сейчас включить тут одну одну из возможных картинок где очень хорошо видно вот смотрите здесь на этой схеме изображены фактически все владельцы акции глобальные владельцы и акции которые распространяются являются как бы залоговыми вот те инвестиции которые мы выводим мы не будем сейчас говорить о юридической стороне взаимоотношений мы к этому еще придем ближайшее время более как бы совершенная схема будет работать а сегодня человек инвестирует подписывает договор и практически получает обратно как бы этот залоговый пакет акций который стоит за этой инвестицией он сразу становится становится ее владельцы есть разница между тем покупали ли я пакет с рассрочкой если это пакет с рассрочкой то владельцем акции я становлюсь лишь только после того как и все даже человек покупающий телевизор становится владельцем телевизора полноправным распорядителем и владельцем и собственником лишь только после того когда вся сумма за телевизор выплачена до того он является пользователем но не является владельцем и поэтому ровно так и здесь но дорогие друзья вернемся к тому что мы уже имеем потому что большинство из нас являются не однодневными и не блин ближайшими а уже целый год находится как бы в этом потоке заинтересованы интересуется что происходит дальше готовы войти в адресный проект либо наша тема в основном то адресный проект о котором мы говорим на этих вебинарах но возвращаясь обратно к акциям надо значит понимать что владельцем акции человек становится лишь только после того это закон такой международный закон он действует независимо от того какой стороне он не был бы после того когда человек пофамильно внесет в реестр акций ничто другое не дает ему право считать себя владельцем а став владельцем акции лишь только тогда человек может рассчитывать на получение всех благ которые эта акция дает или эти акции дают какие-то благо первое купля-продажа этой акции если открывается рынок неважно там внутри консорциума или внутри концерна или внутри группы компаний это электронная какая-то может быть биржа где внутренняя биржа или внутренний рынок где организуется значит акции покупаются от тех кто хотят их продать продаются тем кто хотят купить возникает так называемая среда купли-продажи и это первое если или когда уже выходит компания или группа компаний выходит на международную какую-то биржу акций это процесс очень непростой дорогостоящий акции нотируются проходит полный аудит все все это хозяйство что стоит за акциями аудит имущество стоящего за акциями и акции выводятся там есть целый ряд документов которые оформляются оформляется так называемый due diligence или описание и самого содержания вот этого имущество или или скажем так называемый капитализационной ценности этих ценных бумаг которые выносятся на биржу и тогда есть возможность выйти на айпио выйти на международную биржу и там начинать значит проверять сколько же они эти акции стоят мы быстро выходим и как обычно выходят со стоимостью номинальной стоимостью номинальная стоимость тех акций которые имеются она 1 доллар а дальше рынок уже начинает реагировать это доллар полтора доллара пол доллара 20 центов и так далее и в зависимости от этого уже можно получать когда это для тех или для того когда человек может оценить уже свою акцию примерно понять что это значит он вложил 1 доллар видите здесь на схеме вложил 1 доллар получил на 300 долларов акции и тогда начинается уже новая схема и новая эра жизни этих акций но я еще раз повторяю акции или владельцем акции человек становится после того и он может покупать их продавать когда он внесен в реестр компаний какие компании мы имеем данном случае значит все или весь так называемый ноу-хау оценен и акционерным капиталом является вот компании жить я то есть global transport investment эта компания ее весь акционерный капитал выпущен под ноу-хау которая оценена в 400 миллиардов долларов то есть здесь 400 миллиардов долларов и выпущены акции одна акция 1 доллар их 70 процентов простых акций здесь в этом gti владельцем этих 70 процентов акций является юницкий корпорейшен и кроме того выпущены так называемые привилегированные акции их 30 процентов вот и эти привилегированные акции они не участвуют или владельцы этих акций не участвует в голосовании но они имеют право они имеют право получения до гарантированно 20 процентов дохода на дивиденды кто являются владельцем этих компаний юницкий корпорейшен порядка где-то 12 процентов от 30 до и не 12 процентов а в 30 и 12 процентов юнический корпус принадлежит то есть 70 процентов акций и 12 процентов этих акций 15 процентов принадлежит евразийн rail skyway systems holding ltd от акционерного общества совместно со skyway капиталом или rsv systems и skyway капитал являются площадками которые работают с этими акциями вот и есть еще другие различные владельцы том числе но там стоят другие условия это где-то порядка трех процентов таким образом являясь владельцем для нас очень актуально являясь владельцем и rs ss holding или евразийн rail skyway systems holding 15 процентами это фактически его акционерный капитал а из этого и состоит только из этих акций привилегированных акций и он составляет 60 миллиардов долларов это акционерный капитал вот этой компании и а она кстати выдает как бы под инвестиции залог эти в конечном итоге продает эти акции за инвестиции своим акционерам теперь человек или компания ставшие купившие акции она должна быть внесена в реестр этой компании в реестр этой компании с этими акциями а это компания обязана международным как бы по международному праву чтобы обезопасить своих инвесторов еще и быть занесена или держать эти акции в электронном регистре международном который имеет лицензию на это что евразийн rail skyway system holding и сделал выбрана была как и кипрская компания регистровая который имеет такой такую лицензию и свой реестр компания своих акционеров обязана перенести не перенести а содержать вот в этом регистре таким образом вот этот процесс осуществляется пока человек не является и не внесён сюда в этот реестр он не является акционером вот теперь его разин рейл skyway systems выдает соответствующий сертификат тому что он внес он получает сертификат да ты являешься ты занесен в реестр и это является подтверждением того что он как бы внесен в реестр он является акционером и получить эти акции он как бы ну ему они фактически не нужны а этот документ является уже подтверждением наличие сколько у него находится акции с какого номера по какой номер вот теперь все инвестиции идут не просто куда-то в котел собираются а процесс таков дорогие друзья что эти средства на плавы направляются в первый основной или нулевой так называемый адресный проект это экотехнопарк стоимость проектная стоимость расчетная была по бизнес-плану экотехнопарка 300 миллионов долларов как я уже говорил это расчетная стоимость реальная стоимость уменьшается это говорит о том что акции которые выдаются их капитализация усиливается и улучшается то есть фактически за акции уже стоит больше капитальная стоимость имущество растет меньше денег расходу на больше день получен то есть акции начинают обретать другой как бы другое наполнение и таким образом мы стремимся идем к тому процессу когда за 1 доллар акции здесь получали 300 то есть за 1 доллар внесенный мы получали 3 на 300 долларов акции условно говоря если дискон 300 до бывает больше бывает меньше то мы стремимся идем процессу когда будет осуществляться за 1 доллар или за 1 доллар в акцию придется платить 3 5 10 15 100 долларов и так далее и может быть еще больше почему этот процесс возможен да потому что акции которые находятся в руках gti в данном случае в данном случае евразия рейлс кавей систем холдинга они будут участвовать во всех адресных проектах будущих то есть на рынке первая задача наша когда мы идем сейчас через через строительство эко технопарка мы идем к сертификации этим самым мы идем к тому чтобы взять и как бы ценность объявить ценность то есть технология начинает работать после того только когда прошла сертификация или идет сертификация и этим самым мы открываем дорогу будущей капитализации будущей ценности этих акций и будущие адресные проекты компании gti везде будет ведущим или генеральным подрядчиком таково условие потому что есть целый ряд процедур в любом адресном проекте где генеральный подрядчик должен обеспечить технологии или введение этих технологий а этих технологий никому передавать компания не будет что это значит это значит что в каждом будущем адресном проекте gti а с ним вместе вместе не вместе евразии сковей systems холдинг будет участвовать вот эти акции будут участвовать в получении распределение прибыли всех будущих проектов а gti будет участвовать от 10 до 35 до 50 процентов будущих адресных проектов вы можете представить какой мощный как бы базис закладывается под будущие финансовые операции теперь gti ее уставная деятельность основная это как бы взаимоотношения с крупными инвесторами а у евразин рэл сковей systems это от наши взаимоотношения и содержание акций и соблюдение или скажем поддержание интересов малых акционеров малых инвесторов и это значит другой у нее никакой предпринимательской деятельности нет она является просто держатель это значит все средства которые поступают с привилированных акций 20 процентов от тех доходов которые распределяются на дивиденды они поступают сюда и распределяются дальше акционерам которые владеют вот этими акции до 60 миллиардов здесь может быть акций зависимости от того сколько их будет куплено выкуп камера компания будет акцию нас обратно на вторичность да конечно максим выкупать будет если будет кто-то продавать компания может выкупать если то есть того момента как только откроется внутренняя электронная биржа и после того когда будет выход осуществлен на международный рынок ценных бумаг через айпио так будет осуществляться уже в зависимости от того сколько там как будет на бирже идти торговля купля-продажа этих акций а начнет начнется внутреннее тестирование подвод это очень хорошо влияет на подготовку и описание системы если группе компании удается создать свою внутреннюю электронную биржу это является плюсом аргументом подготовки выхода на международный рынок так а максим эти акции так так мы сейчас покупаем обыкновенные акции мы покупаем обыкновенные акции значит которые евразийн рейл сковей systems как бы продает не продает ну да пропадает продает принципе вот и фактически за ними стоят как я уже объяснил еще раз повторяю стоят так называемые привилегированные акции которые обеспечивают стабильный доход этой компании поэтому нет никакой разницы какие мы акциями а это площадка лишь только для того чтобы сохранять вести реестр инвесторов и обеспечивать их интересы понятно да а когда это когда начнется мы сейчас пока вам когда начнется начнется трудно сказать значит но предполагается имеет смысл это начинать после того когда начнется процесс интенсивной сертификации это вторая половина этого года то есть летом май месяц начала мая уже начнутся сертификации 23 24 апреля будет большое мероприятие посадка деревьев и ознакомление с тем что будет происходить на экотехнопарке это скорее все будет вот мы сегодня как раз беседовали что это будет эко 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 значит sky эко фест или так называем фестиваль прямо там мариной горке мощное мероприятие а второй день будет маркетинговых скажем так конференция капитала в минске а первый день будет там причем будет встреча еще и с возможными потенциальными будущими заказчиками и ключевыми инвесторами круглый стол будет в этот же день 23 где будет будут представители администрации различных регионов городов которые сейчас уже проявили интерес для участия в этом мероприятии отлично что встала на место я рад значит что понимаете вот повторение она всегда правильно называлась матери учения потому что это вещи такие которые но они в нашем обиходе мы же не каждый день покупаем и продаем акции и по крайней мере это не делали до сих пор может быть ближайшее время это и будем делать потому что фактически там и дорогие друзья переходим совершенно и в иное в иное положение как я уже говорил то есть мы от накопления становимся как бы свою стратегию благополучия меняем на вкладывание то есть вложение мы начинаем мы сейчас действительно вкладываем как я уже говорил мы вкладываем сюда и свое время если свои средства по мере возможности да вот и кроме того мы вкладываем сюда свою энергию свою энергию поддержки и это очень важно есть сейчас нет уже больше вопросов по поводу по поводу самых акций конце будем задавать давайте да будем задавать конце вопросы и не байте как дальше когда давайте перейдем обратно к адресному проекту и посмотрим что у нас здесь происходит значит дом skyway мы уже проходили с вами друзья это уже объяснил я просто быстро пройду здесь почему skyway капитал строитель доме надежный путь от моей инвестиции до акции это вы видели значит минимизированы расходы по пути на пути инвестиции до эко технопарка потому что всякие банковские расходы маркетинговые расходы они все сведены до минимум я уже сегодня напрямую становлюсь акционером до произошла купля то есть сделка я значит инвестировал мне дали залог который использовал сразу стал владельцем этого залога вот и стал акционером я уже сегодня прямо становились акционером как я уже сказал я сегодня честный прямо инвестируют конкретный проект то есть проект skyway к технопарк я меняю стратегию своего благополучия как говорил с накопления на вложение и кооперацию то здесь все очень ясно и все очень просто пойдемте дальше то ли гардович значит давайте теперь немножко остановимся на значит на том как рационально действует и на что опираться мы рассматривали и скажем за декларирована сегодня наша тема это значит обоснование инвестиционной привлекательности адресных проектов вроде казалось бы все достаточно просто пришел постучал себя в грудь объяснил что вот видите хорошую транспортную систему анатолий гардович его кб придумали разработали вот сейчас уже ведем там подготовку и практически находимся вот 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 на начале сертификации разработаны юнибусы и юнибайки юникары все виды транспортно или так называем транспортного средства разработаны они засекречены к счастью сейчас пока могу вам сказать так что недавно на прошлой неделе было осуществлена продувка в аэродинамической трубе и показатели оказались еще лучше чем было задекларировано раньше то есть фактически анатолий гардович был очень очень позитивно настроен после возвращения из сан петербурга где снова очередной раз проходила там очередного транспортного средства или его макета продуктов аэродинамической трубе и это дает основание иметь еще лучшие показатели чем они в расчетах в расчетах пока показывается и используется то есть видите процесс идет вот и это очень интересно поэтому этого мало когда вы инвестору или возможному инвестору или возможному польза получателю какая разница между инвестором не я извиняюсь я не выключил свой телефон Какая разница между инвестором, пользополучателем и прочим? Дело в том, что инвестор стоит в стороне и смотрит. Не важно, кто это. Мы тоже являемся инвесторами. Все вместе капитал объединяет массу инвесторов. И мы всегда будем смотреть, куда и как и сколько вкладывать. Мы тоже инвесторы. В зависимости от того, насколько мы можем подписаться и на какую долю мы будем участвовать, мы позже немножко посмотрим. С другой стороны, есть крупные инвесторы, которые тоже заинтересованы вложить свои деньги. Но они говорят зачастую, что мы вложим тогда, когда вы нам полный стриптиз произведете. То есть покажете, что риски минимизированы. Это значит, что да, действительно, в любом будущем адресном проекте, так как и в Экотехнопарке, мы тоже будем идти впереди. То есть мы будем идти впереди каждого адресного проекта и этого будет достаточно много. Только, скажем, ценность и конкретный расклад по акциям будет в каждом адресном проекте свой. Он будет зависеть от многих факторов. И это не тема сегодняшней беседы. А пользополучатель, если мы вернемся обратно инвестору, и пользополучатель. Пользополучатель это стоящая в стороне. Или же, скажем, муниципалитет какого-то города. Или это местное самоуправление. Или это какая-то компания, государственная компания. Если это частная, то она уже пользополучатель, она может быть инвестором. Но она может и таким пользополучателем быть, у которого просто нет денег. Но он будет получать пользу, и он готов делиться будущими доходами с получаемой пользой. Тогда выстраивается соответствующая схема инвестиций и участие, конституционные какие-то соглашения, какие-то другие соглашения. То есть вся схема выстраивается. И пользополучатель является еще одной из сторон всего этого проекта. Поэтому проект просто, когда есть разработчик, владелец технологии и инициатор этого адресного проекта, и инвестор, еще мало. Должен быть еще пользователь, или так называемый пользополучатель, или потребитель этого проекта. И отсюда начинает все выстраиваться. Поэтому им обосновать надо очень основательно, привлекательность этого проекта. Для этого мы как раз и занимаемся тем, о чем мы говорим, накопление компетенции, принятие решения своей роли в адресном проекте. Но принять это решение достаточно трудно. Вот сейчас процесс показывает, что да, люди вроде бы заинтересованы, вроде бы себя видят инициаторами, вроде бы ведут работу. Но уже начинают понимать, что здесь палка о трех концах, не о двух, а о трех концах. Потому что человек проинициировал, сходил в администрацию, вдруг нашелся какой-то инвестор, который пронюхал, что опа, это очень интересная вещь, здесь можно неплохо поработать. И инициатор уже может оказаться на втором, на третьем шаге вообще ни при чем. Ему скажут, ну да, хорошо, ну да, ты идею сказал, ну и что, мы и сами догадались бы. И где ты инициатор? Понимаете, да? Где тут тонкое место в этом, во всем процессе. Поэтому надо начинать при всем нашем желании, надо начинать делать правильные шаги и четко показывать свою роль в этом деле. Поэтому принятие решения о своей роли обозначает, надо начинать консультироваться, приходить, обращаться в консультационный центр, консультационную группу. Сейчас нас уже официально становится все больше, уже кроме Сибирякова, меня, Сухадоева и Влада Волкова, есть еще люди, которые подходят или как бы они готовы дать консультации. Но пока и нам, естественно, Виктор Бабурин, он просто загружен еще другими работами в головной кампании. И поэтому практически вот мы постоянно между собой как бы готовы поддерживать и консультировать по этим проектам. Сбор, информация, анализ, это все ясно, мы говорили об этом, первое описание идеи адресного проекта. Вот отсюда и начинается уже так называемое объяснение или описание инвестиционной привлекательности этого проекта. Понимаете? Вот. И таким образом я сейчас выключу свое видение. Вот. И в связи с этим появляется возможность идти дальше после того, когда есть первое описание. Казалось бы, очень просто, в пункт А, в пункт Б провести трассу. Ну окей, хорошо, интересно. Но там же надо еще и понимать, как эта трасса в будущем будет работать. И это все требует определенного описания. То есть надо согласовать регион пролегания маршрута трассы. С одной стороны, проконсультироваться с центром консультаций, а другое, посмотреть с определенными чиновниками, которые на конкретной территории находятся. То есть, а можно ли там ее прокладывать? А может быть, мы прокладываем трассу там, где ее нельзя прокладывать, по каким-то там геологическим, историческим, я не знаю, геодезическим причинам. Или еще по каким-то причинам. Может быть, там собираются высоковольтную линию прокладывать, высоковольтный кабель или еще что-то. То есть, надо очень четко знать, где, какова перспектива развития региона и конкретной вот этой территории или этого маршрута. Составляется конкретно описание исходных данных по предлагаемому адресному проекту. Мы об этом уже пару раз говорили. В общем, в детали не будем сейчас сдаваться. Вот. И принятие решения. Но вопрос-то в том, что содержание и разъяснение к составлению так называемого коммерческого предложения или коммерческого обоснования привлекательности адресного проекта, оно, я могу просто вам привести структуру, ответив, ну или вернее прокомментировав некоторые пункты, это исходный параметр адресного проекта, это, ну, как и всегда, сколько, откуда, куда, сколько километров, значит, сколько остановок, какой пассажиропоток или грузопоток, например, с какой-то шахты в какую-то перерабатывающую или обогатительную фабрику, с обогатительной фабрикой еще куда-то, потому что не имеет смысла половинчатых каких-то решений делать, ровно как и в грузопотоках, и в пассажиропотоках, вот, значит, причем очень важно, а к этому ведет, чтобы это все понять, нужно описать концепцию проекта, проекта, значит, основную идею внедрения вот этого, в этой идее и адресного проекта, его влияние на различные сферы жизнедеятельности. Еще тоже очень важно, что одно дело мы начнем возить грузы, другое дело, повлияет ли это на рост в социуме рабочих мест, или же, наоборот, уменьшится количество рабочих мест. Но я приведу вам пример, о котором я уже неоднократно говорил, что, например, если ввести, или как только мы начнем водить грузовые трассы здесь по европейской территории, я пока касаюсь европейской территории, я говорил, что сколько фур на дорогах Европы, чтобы пробиться, например, из Сталина в Прагу, это надо пройти почти что путь на Голгофу, сколько фур на дороге ездит. И вы представьте, что один состав, как я уже говорил, Юникар или Юнибус, или, в общем, системы Скайвей, он способен ввести состав весом 20 тысяч тонн. Это тысячу, условно говоря, тысячу фур одновременно. Это же сколько водителей, сколько водителей могут остаться в какой-то степени без работы. И здесь надо смотреть, а что дальше? Мы сказали, а, чтобы потом не бегать и не хлопать себя поляшком, пардон, и кричать, а что же мы теперь делать будем? У нас тысячи человек остались без работы, условно говоря, или 500 человек остаются без работы. И это очень серьезный вопрос, дорогие друзья. Теперь, как это влияет на окружающую среду? Лучше, хуже? Да, мы изначально говорим, что это экологически чисто, отлично, но есть и другие моменты, где-то нужно какие-то бурения, может быть, делать, еще что-то. Это все надо очень четко знать. Как это будет влиять на региональные развития? Например, что тут греха таить? То, что есть в России, это всем ясно, что масса ежедневно, или, скажем, ежегодно сотни тысячи поселений перестают существовать. А такая же история и, как бы, региональное развитие хиреет и европейских странах. Не будем говорить за кого-то, за другого, скажем, за Эстонию. У нас по Эстонии очень много местных регионов в юго, юго-восток Эстонии, юго-запад Эстонии, юго-северо-восток Эстонии, где поселение, постоянное количество жителей катастрофически уменьшается, дорогие друзья. А количество безработных, желаем мы того или нет, прибавляется. Сотнями причем. И что это значит? Начинается миграция жителей, а пролегание трассы, оно начнет создавать благоприятные условия для будущих возможных реструктуризаций в движении миграции трудоспособного населения. Одно дело сегодня проехать 200 километров по Эстонии. Это потребуется как минимум 3-3,5 часа. Другое дело это проехать за полчаса. Или, ну ладно, за 45 минут. В одном городе только полумиллионники Таллине, он меньше, чем полмиллиона 450 тысяч. Проехать с одной части города в другую, люди затрачивают до часа, иногда и полтора часа. То есть, понимаете, да? То есть совершенно иная структура начинает выкладываться. Или, ну, получаться. Другое дело, очень важно иметь на этой стадии обоснование привлекательности проекта еще и его, так называемую, интеллигентность предлагаемого решения транспорта. Что такое интеллигентность? Это значит его, как бы, смекалистость, его автоматизированность в нашем понимании, его инфотехнологические возможности, его безопасность именно через вот эти управления. То есть роботизацию этого всего дела. Вот. И какие требования, какие условия там есть и используются. В данном случае предполагается полная интеллигентность всей системы. Это значит, что вплоть до того, что, например, юни-байки можно вызывать по своему смартфону. В ближайшем будущем, по крайней мере, техническом задании так было заложено. Это как пример. И, естественно, целый ряд других вопросов. Сегодня мы туда не будем вдаваться в подробности. Если быть откровенным до конца, то фактически так называемые параметры инвестиционной привлекательности, я их вам просто озвучу. Это так называемая окупаемость инвестиций. Ее надо оценить. Есть формула расчета, как это делается, содержание этого параметра. Это окупаемость инвестиций. То есть вложил 100, значит, как она капитализируется, это сотня, там, миллионов, сотня, там, миллиардов, неважно. Вот. И каков коэффициент возврата, или когда она окупится, или как она окупится, в чем она выросла. Отношение полученной экономической выгоды к объему инвестиций. То есть больше она, меньше. Этот коэффициент показывает именно то, насколько эта инвестиция окупится. Значит, есть экономические показатели. Здесь имеется в виду чисто экономические. Доллар к доллару, евро к евро, рубль к рублю, иена к иене и так далее. А есть еще так называемые неэкономические показатели, интегральные показатели других. То есть рабочие места, увеличение прибавочной стоимости где-то за счет того, что, допустим, этот транспорт позволяет лучше снижать какие-то, ну, скажем, расходы и уменьшать себестоимость какого-то продукта. Будет прибавочная стоимость расти, и это так называемый косвенный эффект от внедряемой системы транспорта. Доход акционерного капитала, доходность, пардон, акционерного капитала. То есть на одну, допустим, даже вот возьмем наш пример, 60 миллиардов акций, или это акционерный капитал Евразин, Рэл, Скавей, Системс, Холдинга, да. И доходность акционерного капитала это то, сколько вот этих 60 миллиардов акций, или акционерный капитал 60 миллиардов, сколько миллиардов он получит, допустим, если он получит тоже 60 миллиардов доходов, это значит, что каждая акция получит 1 доллар дохода в год. То есть у него будет коэффициент 1. Если получит он 120 миллиардов доходов и будет распределиться, то на каждую акцию придется 2 доллара дохода. Это будет доход, который превратится в дивиденды, то есть прибыль. Таким образом, вот он дает этот показатель привлекательности, может говорить о том, что насколько акционерный капитал, в который мы, или ты, или я вложились, дает вот такого дохода. Есть чисто приведенная к сегодняшнему дню стоимость адресного проекта. NPV называется этот коэффициент. Вот чисто приведенная к сегодняшнему дню стоимость адресного проекта. Она показывает, насколько, значит, сегодняшняя инвестиция, какова ее стоимость в будущем, в том периоде, куда мы рассматриваем. Дальше идет внутренняя норма доходности, ставка процента или внутренняя норма доходности проекта. Далее идет там период, по исчезновению которого адресный проект возместит инвестиционные затраты. Это срок окупаемости инвестиций, так называемый. Удельные затраты на проект или на разные какие-то вещи. Затраты на единицу какого-то ресурса. Например, на один квадратный метр каких-то там земель. Там весь этот проект, как мы в Сталине разрабатывали один вариант на территории технопарка, или вернее, пардон, технополиса. Там арендные площади, пользополучатели были те, кто арендовали эти площади, арендует эти площади. То там, так называемые, затраты на единицу какого-то вот такого одного квадратного метра. Сколько это будет? И когда мы рассчитали, получилось всего лишь 0,12 центов. Это затраты на один квадратный метр. А стоимость аренды одного квадратного метра, она где-то в порядке 5-10 евро. Поэтому мы видим, насколько это удельно маленькая затрата. Расчетная норма прибыли от инвестиций. То есть рассчитывается так называемый предел, нормированный предел прибыли, который надо бы получать с этих инвестиций. Но это все, друзья, в будущем применительно к конкретному адресному проекту. Так, проект венчурный, пишет Оля. Поэтому выписку из реестра лучше заказывать перед, конечно, не перед IPO, из реестра. Да, из реестра надо сразу заказывать, друзья, выписку. Или после того, как закончится, покупать акции. Ну, никогда не закончим. Надо просто по мере, значит, если вы являетесь и входите в стратегию именно вложения, от накопления вложения, как я говорил, то по мере накопления, вернее, по мере, пардон, вложения, у вас накапливается уже, то есть перемещается центр тяжести сюда, и вы накапливаете вот эти так называемые выписки из реестра. И дальше вы лучше видите, какой у вас баланс. Как это делать, куда писать? Никуда не надо писать, надо просто в личном кабинете Capital, а мы говорим о Capital, да, или RSV Assistance, соответствующая, значит, подать, она называется, там есть такая, такая, как бы, возможность кликнуть на сертификаты, которые вы имеете, то есть открываете этот раздел, сертификаты, и даете туда так называемый заказ, что я хочу получить этот сертификат, который подтверждает наличие принадлежащих мне акций в реестре компании EuroAzine, Rail, Scoway Systems Holding. В RSV тут вот крутого Оля показала, спасибо. Значит, так, еще я посмотрю сейчас вопросы, пойдем дальше. Ну, тут идет переписка, пока я... Так, надежней быть собственником, конечно, своих акций, чем обязательства от акций, ну, не от акций, а на акции, которыми владеет компания, обещающая выплачивать доход. Вот, конечно, естественно, потому что там ты находишься и пользуешься вторым или третьим дериватом, а тут ты являешься непосредственно владельцем конкретного продукта, а там ты являешься владельцем деривата этих акций. Даже не деривата, а обещание найти акции. Абсолютно правильное замечание здесь, в чате вот нашей переписки. Так, идем дальше, друзья. Значит, я вернусь обратно с вами и немножко покажу следующую вещь. Так, я считаю очень важным вот этот документ. Я хочу на нем еще остановиться и прокомментировать. Есть нюансы. Смотрите, значит, что мы здесь имеем. Я не буду показывать верхнюю часть. Так, есть ли мы сейчас посмотрим. Вот мы здесь остановимся еще. Значит, это выписка или не выписка, а фрагмент протокола экспертной комиссии Минтранса России от 11 февраля нынешнего года. Протокол номер 16. Тут есть нюансы. Значит, на этой неделе поступила... Вот видите, какая интересная история, что как только этот протокол был выложен на сайте Минтранса, Минтранса, начались вплоть до нападок хакеров на эту часть. И Минтранс срочно закрыл вход сюда. Неизвестно, почему сейчас они разбираются. Сюда входа в этот протокол нету и его сейчас невозможно. Есть ссылка, которая показывает так называемый отдаленный. Есть отдаленный фрагмент этого сайта, где можно увидеть этот протокол, но он является неофициальным. Где сейчас можно посмотреть. Поэтому официальный сейчас на какое-то время прикрыт. Сама работа ведется, идет дальше. И поэтому я здесь остановлюсь на такой вещи, дорогие друзья, что смотрите, что приняли. Рассмотрение заявки за устроенной технологии. Приняли к сведению информацию, которая была доложена так. И экспертный совет решил, решил значит следующее. Смотрите, решил следующее. Первое. Признать технологию создания грузовой, городской, высокоскоростной транспортной системы СКВИ инновационной. Я ее специально здесь выделил. Вот она здесь. Специально. Инновационной. Это, я повторюсь, вход в различные участия в различных тендерах. Это не надо уже доказывать, что ты хороший. Что ты инновационный. Ты уже инновационный. Это экспертный совет решил. Дальше. Еще лучше. Значит, смотрите, что дальше происходит. Дальше рекомендовать за устроенной технологии дополнительно представить проект использования предлагаемой транспортной системы СКВИ применительно к конкретным условиям эксплуатации. Что это значит? Это фактически значит, друзья, того, что дан зеленый свет на подготовку, и она сейчас ведется, так называемого технического задания, как один из участков московской кольцевой дороги, надземный, можно было бы сделать как пилотный проект на базе технологии СКВИ и как совместить эти работы параллельно с сертификацией экотехнопарки в Марьиной Горке. Эта работа ведется, и это очень большое движение вперед. Поэтому сейчас я, в общем-то, вполне ощущаю, что напряжение начинает расти, и это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, видите, бывают такие вот, так называемые, какие-то нападения на все это дело. А для нас это очень важный момент, друзья. Идем дальше. Значит, сейчас, одну минуточку. Так, давайте, здесь мы разобрались с вами, еще посмотрим, я просто еще повторюсь, да, выписка стоит, она стоит, не стоит, она чуть меньше, но фактически надо затратить выписку, это разные вещи. Выписка из реестра, это получает, это дает компания сама, да, а выписку из регистра, вот она стоит, из киперского, так называемого, лицензированного международного регистра, где обязана компания, международная компания, держать свои акции. Вот оттуда она стоит столько, потому что она осуществляется специальной почтой, на специальной бумаге и так далее. То есть вы получаете бумажную копию тех акций, или того пакета акций, которые у вас имеются в реестре компании и отображен в регистре. Купончики на, как не знаю, уже, уже это в РСВ, обращайте, что у них там перестали работать эти купончики. Так, да, правильно, Оля, выставят позже, правильно, да, там обращение уже люди делали туда, это хорошее, спасибо вам за дополнение. Так, что у нас тут еще, каждую выписку, да, нет смысла, конечно, с выпиской из регистра, это такое дело. Главное, понимаете, иметь в реестре реестровую выписку, и этого вполне достаточно. А там был какой-то вопрос еще, сейчас я посмотрю по СВИГу, я постараюсь на него ответить. Так, к сведению слушайте, в СВИГ дарят всем акции, поэтому люди тоже имеют акции, а не обещания, как... Друзья, Валентина, перекреститесь, значит, я прошу прощения за такое сравнение. Кому? Покажите мне хотя бы одну акцию, которую вам подарили или вы имеете. Какие акции вам дарят? Дарили когда-то обещание на то, что вы получите эти акции. Да, они у вас есть. До того момента, пока вы не являетесь акционером, не внесены в Евразия, Рейл, Скайвей, Системс Холдинг, вы являетесь, так называемым, ходатаем, потенциальным ожидателем на то, что вы что-то получите. Дай бог, чтобы это вы получили. Я тут ничего не хочу сказать плохого. Это все, но надо осуществить процесс до конца, друзья. Вот. Акции никому не дарят. За этим всем стоят определенные средства. а не как обещания. Ну, если вы так верите, свято Валентина, как говорится, флаг вам в руки. Значит, Бога ради. Как переведут, нет проблем. Все правильно, Валентин. Когда переведут, тогда все правильно. Поэтому я и говорю, что каждый человек должен об этом беспокоиться. Нет, продано не 60 миллиардов акций, значит, Ильдар, а это акционерный капитал. Продается определенное количество, я сейчас не берусь точно утверждать, сколько, вот, акционеров достаточно много. Сейчас собираются акции, продано значительно больше, чем, как бы, как бы вам правильно сказать, собирается средства на экотехнопарк, как мы говорили, да. И вот, смотрите, если даже 1,300, то, чтобы собрать и рассчитаться акциями, предположим, что весь проект, вот этот экотехнопарк, 300 миллионов, да, мы умножим на 300, это значит, столько акций должно быть продано, чтобы весь этот проект покрыть, только за счет именно мелких инвестиций, именно таких дорогих акций. И вы же понимаете, насколько это дорогие акции для компаний, группы компаний для GTI. Если даже это умножить там на 300, это уже практически весь акционерный капитал и будет только на экотехнопарк в конечном итоге. Но мы же знаем, что есть еще и крупные инвесторы, которые пользуются акциями отсюда. С подарка налог надо бы наплатить... Какой налог, друзья? С каких подарков? О чем вы говорите? С подарка надо бы наплатить 35. С каких подарков? Да, тем более, если это подарок. Может быть, в России это так. У нас 26% в Эстонии. Никто не занимается инвестиционной привлекательностью, Ольга. Значит, инвестиционная привлекательность на каждый проект описывается отдельно. Описанием инвестиционной привлекательности экотехнопарка он описан в бизнес-плане, который можно будет увидеть на сайте, извиняюсь, в личном кабинете, через личный кабинет на сайте, в материалах в РСВ. И в Кэпитале будет тоже отдельно материалами. Сейчас готовится формат, который соответствует площадке личного кабинета Кэпитал. Не позже, чем до 14 марта это будет осуществлено. Там тоже можете знакомиться с бизнес-планом экотехнопарка и с описанием его финансовых... То есть там обоснована финансовая стоимость этого проекта. И у каждого будущего адресного проекта будет свое описание привлекательности. Понятно, да? Можно заказать на один адрес выписку? Да, можно. Так, и... Что-то у нас еще было. Так, хорошо. Демонстрацию юнибайка в апреле-майе вы понимаете, что, скажем так, от чего зависит демонстрация юнибайка в юни... юни-юникара и юнибуса зависит от того, как пройдет конкретное оформление патента и полезной модели. Дело в том, что до тех пор, пока это не сделано, нельзя показывать. Почему? Потому что как только кто-то из экспертов, которые оформляют этот самый патент или полезную модель, скажут, что, дорогие друзья, о чем мы говорим? Тут нет уже патента. Видите, это было где-то объявлено. Кто-то где-то кликнул, где-то сделал фотографию, снимок. Это точно, вот видите, точно такой же был. Все, это уже не новизна, это уже не собственность, и все, и начинается тяжба. Это никому не надо, и поэтому все будет делаться в последовательности соответствующей требовании, как называемой, как бы, ну, защиты интеллектуальной собственности. Поэтому здесь спешить не будем. Вот. Будем идти по пути, как положено. Так. Что еще, что еще есть, дорогие друзья, вопросы? Я, значит, что бы я еще вам хотел здесь сегодня сказать? Вот, давайте придем еще к адресному проекту, потому что мы же, друзья, собралась в компании адресных проектировщиков. Ну, скажем так, по закону Парета 20% таких среди нас. Нас сейчас тут 60 человек, условно говоря. Когда, значит, 20% это 12 человек, мы с таких, да? Правильно. Ну, может быть, больше. Хорошо, что Парета ошибся. Значит, смотрите. Базовая структура реализации адресного проекта. Это все проценты условно, чтобы мы понимали логику процесса. Многие скажут, и вот я недавно беседовал с Сибиряковым, он говорит, да ну куда, зачем на это фирма, инициирующая адресный проект? У нас есть инвестор, и мы с ним создаем фирму, управляющую адресным проектом. Я говорю, прилик прекрасно, но есть ли у тебя, дорогой Сергей, договор, соглашение с фирмой инвестора? Если он готов вкладывать сразу в учреждение фирмы, управляющую адресным проектом, то бога ради. Но как ты свои интересы защитишь здесь? Значит, или же договор надо иметь. Вот эта фирма, инициирующая адресный проект, это как площадка, которая регулирует интересы всех возможных участников, учредителей, или участников будущего адресного проекта, и участвующих через фирмы, управляющих адресным проектом. Инициаторы, и организаторы, если создали компанию, уже есть какая-то гарантия. Нет этой компании, тогда сделайте соглашение прямо с будущим возможным инвестором, или, по крайней мере, с юридическим лицом, представителем пользополучателя. Это значит, муниципальным, федеральным, каким-то государственным, местным, неважно с кем, с ним соглашение, что вы работаете в команде. Естественно, очень важно, зао струнной технологии, она может и прямо сюда войти, уже не, значит, тут она входит 50-60, значит, здесь она 30-50% где-то, здесь, в этой компании. Если эта компания, инициирующая адресный проект 50, то у зао струнных технологий косвенно здесь 25% в этой компании, да, 50-50, это значит, здесь 50, то здесь 25, и это 50 здесь участвует. Компания от Технеполис Новоевразии, это как пример взят, она учреждена именно для того, чтобы обеспечить, если зао струнной технологии обеспечивает так называемую технико-технологическую часть адресного подготовки, адресного проекта, то эта компания, вместе с инициатором и организатором, обеспечивает организационно-экономическую, что это такое? Обоснование, это описание, то есть, начиная с технического задания, описание технического задания для зао струнных технологий, да, вот, подготовка различных обоснований других, и разработку бизнес-плана, экономической части его, а там, ой-ой-ой, сколько надо чего написать, чтобы это было все корректно, и финансовую структуру надо разработать, надо разработать инвестиционную привлекательность и обосновательность, обоснование этого проекта, ведение этого проекта до фирмы, управляющей адресным, то есть, до создания этой фирмы, если она сразу создается, то эта компания подготавливает и передает все сюда, и все, но она участвует, она тоже может быть косвенно здесь участвует, но лучше, если здесь есть создана промежуточно инициирующая такая площадка, могут появляться и другие привлеченные лица, которых никогда сюда прямо не примут, могут быть заинтересованы косвенные какие-то, кто-то, ну, например, кто может здесь быть заинтересован, кто-то такой, у кого мощные земли на пути трассы, и есть выбор, он заломит цену, и с ним будем бодаться, три года ходить в суды, да, он заломит цену на эту землю, скажет, не полшага через эту землю, или рядом не разрешают, или здесь у меня еще что-то, и совсем другое дело, если мы говорим, слушай, давай входи с определенным процентом, да, мы ставим нормальную, скажем, не влияющую и не дурящую цену твоей земли, которая влияет, не влияет, скажем, ну, скажем, потопляющей на себестоимость этого проекта, осуществление этого проекта, и все, понятно, хотя бы вот один такой пример, а их может здесь достаточно много быть, так, вот, и тогда начинает вся эта схема выстраиваться, так, вы не поняли выписку многих акционеров на один адрес, как, вы не поняли выписку многих акционеров на один адрес, не понял, Елена, что за выписка на один адрес, не знаю, что это такое, поясните, Елена, вот, практически, друзья, я сегодня заканчиваю тем, у нас час прошел, Елена, если вы можете, то в чате поясните мне, что это, я не понял, вы не поняли выписку многих акционеров на один адрес, как это на один адрес, можно заказать на один, а, можно, ну, пардон, заказать-то можно, но, скажем так, каждому компанию не может на этот адрес, не от адреса зависит, пакет все равно будет формироваться отдельный, ведь вы же не получите, предположим, вы, я и еще 10 наших друзей заказали на ваш адрес, да, мы можем к вам приехать получить, но доставить до вас все равно надо, и заложено в стоимости уже, каждой, каждого пакета, заложена стоимость одной доставки, понимаете, да, может быть там какой-то нюанс есть, я не беру сейчас с пеной у рта спорить с вами, да, может быть так можно будет делать, но, по крайней мере, это отдельный вопрос, спасибо за такую, как бы, ну, ремарку, скажем так, я понял теперь ваш вопрос, да, по юнибайкам не владеете информацией, где и когда, очень хотелось бы в Минске увидеть, да, значит, идет сейчас строительство, их конкретное, есть специальный ангар, где это делается, увидите, как я уже сказал, лишь только после того, когда будет оформлен патент, и документы сданы, то есть, зафиксированы, а прокатиться, конечно, всем хочется прокатиться, так, что у нас еще, заказать несколько, да, может быть, может быть, друзья, один адрес, можно с вами пообщаться лично, по Челябинскому адресному проекту, ну, Бога ради, если вы знаете мой, мой интернет адрес, и вам что-то надо здесь получить, какие-то, значит, какие-то консультации, вот здесь я выставил сейчас мой скайп-адрес, вальдемар13, это для вот именно таких консультационных вопросов, мой имейл, и я готов вас включить в адрес чат целевые проекты, а с Сергеем Сибиряковым и Алексеем Суходовым мы будем сейчас обсуждать, как мы будем объединять чат-ресурс вместе, скорее всего, мы объединим эти чаты, чтобы тут не было таких, как бы, что-то где-то одно, что-то где-то другое, это будет все, одна общая концепция, политика движения дальше. Нет, на один адрес можно хоть сколько, да, ну, может быть, да, вот, Елена еще раз поясни, но хорошо, вот я уточню, я вам доверяю, но на всякий случай уточню, нет, выписка не одна будет, Оля, это просто, конвертов будет столько, сколько на этот адрес записались, но здесь тоже, наверное, не совсем правильно, вы понимаете, здесь возникает, я сейчас стал думать, Елена и Оля, значит, Ольга, вы понимаете, что значит, отправили на этот адрес, отправитель не может гарантировать, что вы там получите этот пакет, понимаете, поэтому очень четко и жестко нитка завязана точка отправителя, точка получателя, и по почте получает человек от конкретного кулера, или, ну, да, тот кулер, он так называется международно, он от него получает, может быть, и на одном адресе, но, и там, может быть, у одного и того же кулера будет все эти пакеты, может быть, может быть, технически это можно будет так сделать, чтобы минимизировать так называемые доставочные расходы, не гонять там 10 кулеров вместе, но адрес должен быть указан один, и поэтому очень трудно будет потом сказать, слушай, кулер, а привези теперь, значит, Челябинск улица такая-то, другая, и так далее, и так далее, привези теперь в одну точку, потому что в реестре каждый акционер привязан с одной точки со своими, ну, как бы паспортными данными и другой точкой своим адресом, поэтому здесь надо смотреть и этот вопрос уточнять. хорошо, дорогие друзья, это не совсем тема нашего разговора сегодняшнего, поэтому я благодарю вас за сотрудничество, которое мы сейчас с вами провели вместе, вот я на следующий раз еще осталось тут целый ряд вопросов, мы до них и не дошли, но нам удалось обсудить самые такие существенные моменты, которые очень важны. Так что благодарю вас еще раз, до встречи, кто пожелает, значит, будет сегодня у нас еще и в 19 часов вебинар, для регионов, которым это удобно. Всего доброго, хорошего дня вам. Субтитры сделал DimaTorzok